здравствуйте друзья в этом обзоре я расскажу про один из вариантов управления умным домом сяоми при помощи nfc меток какие преимущества дает этот способ во первых это стоимость ведь даже оригинальная сяоми nfc метка стоит в три раза самые дешевые беспроводные кнопки кроме этого для работы с этой меткой ничего не нужно кроме смартфона не zigbee шлюза не вайфай роутера работать она будет везде и всегда главное чтоб в этот момент на самом смартфоне была мобильная связь ну а теперь давайте рассмотрим все по подробнее базовый комплект поставки включает себя 2 nfc метки которые приехали в маленьком zip пакетик скажу откровенно и сразу пожалел что взял только две надо было брать сразу с десяток кроме меток в пакетике нашлась еще инструкция на китайском которая мне так и не пригодилась еще есть шесть круглых наклеек с изображением телевизора роутера и аудиоплеера а также три белых на которых можно что-то написать вручную сразу оговорюсь что все испытания проводили смартфоном сяоми конкретно модель ми ноут 10 лайт говорю к тому что некоторые функции могут работать только со смартфонами от сяоми диаметр каждой метки 3 сантиметра комплектные наклейки позволяют кастомизировать их внешний вид чтобы не перепутать какая метка для чего предназначается на задней стороне метки тоже есть клейкий слой и она может быть наклеена на любой ровной поверхности и на горизонтальной и на вертикальной и так как же пользоваться меткой в меню создание автоматизации me home при создании условия надо выбрать пункт nfc метка приложение напоминает о том где обычно находится nfc чип смартфона после чего запускается выбор действий моем случае доступно два меню управление сетями вай фай и запуск сценария в me home начнем с первого пункта это не совсем функция умного дома это управление смартфоном и предназначена для быстрого переключения любой доступной известной вай фай сети например я дома пользуюсь сетью 5 гигагерц но иногда для подключения новых устройств смартфон нужно переключать на сеть 2 и 4 гигагерц выбираю нужную сеть указываю ее пароль а затем подношу телефон к метке для записи тут есть предупреждение о том что функция поддерживается только нами смартфона теперь для переключения с 5 на 2 и 4 гигагерца достаточно просто поднести телефон к метке считывание ее подтверждается виброоткликом и в течение пары секунд смартфон переключается на указанную сеть напомню что никакой привязки к местоположению нет аналогично метку можно использовать и в офисе или в каких-то часто посещаемых местах следующая опция предназначена для управления сценариями mi home имеется ввиду те автоматизации которые имеют ручной режим запуска триггер выполнить вручную у меня например это запуск ультрафиолетовой лампы стерилизатора выбираем нужный сценарий после чего приложение попросит поднести телефон к метке подносим метка записывается и готова к работе хочу отметить что эти действия с метками никак не отображаются в перечне автоматизации тут видны только обычные с ручными ли запусками по изменению состояния сенсора но в истории автоматизации будут видны запуски сценариев посчитыванию меток эту метку на запуск стерилизатора я установил на панель домофона при выходе из квартиры чтобы при необходимости выходя из дома быстро и удобно запускать дезинфекцию не исключаю что таким же образом можно использовать и другие более дешевые на все метки но я лично не пробовал поэтому посоветовать ничего не могу меня вполне устраивают оригинальный как мы убедились вариантов использования таких меток очень много тем более что еще раз напоминаю у них нет привязки к местоположению то есть вы при помощи метки расположенной в офисе и смартфона вполне можете включать сценарий отопления или кондиционирования у себя дома когда собираетесь домой на этом все если у вас остались вопросы задавайте их комментариях под этим видео если видео вам понравилось ставьте лайки если вы не хотите пропускать новые выпуски подписывайтесь на мой канал напоминаю что все интересные новости обновления а также купоны и акции на товары умного дома можно найти в моем телеграм канале ссылка в описании до свидания до новых встреч